МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом сегодня журналистам заявил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Травников. Если возведение переправы признают нецелесообразным, регион может отказаться от заявки на федеральный грант в 26 миллиардов рублей. В областной казне на этот проект зарезервировали 2 миллиарда рублей. Деньги планировали потратить на подготовку площадки и компенсации собственникам частных домов в зоне строительства. Ранее Андрей Травников уже сообщил о расторжении соглашения мусорной концессии. В ближайшее время региональные власти должны определиться и со строительством новой ледовой арены. И сегодня Андрей Травников заявил, что возвращать часть отчислений от НДФЛ в городской бюджет область не планирует. Я не вижу возможности для принятия такого неадресного решения, как увеличение норматива отчисления для НДФЛ, для отдельного муниципалитета, даже такого большого муниципалитета, огромного муниципалитета, как Новосибирск. Потому что мы тогда ограничим возможности для решения каких-то целевых задач по другим муниципалитетам. Не нужно забывать, что Новосибирская область – это не только Новосибирск, но и прилегающие городские округа и 30 муниципальных районов. После неоднократных проверок директора 83-й школы попросили уволиться. В городском департаменте образования, комментируя кадровое решение, уточнили. Оно связано с финансовой стороной учебного процесса. Родители учеников начали собирать подписи в поддержку увольного директора. Александр Вяткин с подробностями. Внеплановое родительское собрание в 83-й школе в поддержку директора, уже бывшего. Увольнение руководителя учебного заведения шокировало. Родители учеников боятся, что уход Светланы Гольцер, идейного вдохновителя, отрицательно скажется на учебном процессе. Здесь учат учиться, вот так вот, то есть осваивать новые знания. Все меняется, здесь коллектив творческий, здесь выращивают. Я лично был на занятиях у Светланы Владимировны, у других учителей. Я просто видел, это настоящее открытие, инсайты, когда ребенок, у него рождается истина, и он хочет учиться. Сегодня утром мы подписывали родители школы 83, подписывали обращение к властям, чтобы оставить директорам школы 83. В школе учатся почти полторы тысячи детей. Триста очно, остальные дистанционно. На заочное обучение школа получает дополнительное финансирование. Шли проверки, уже связанные с финансовой деятельностью, нашли нарушение, и у нас образовался долг по налогам, который мы планировали закрыть в декабре, и это стало причиной моего увольнения. В городском департаменте образования заявляют, увольнение директора 83-й школы решение не спонтанное. В учебном заведении провели несколько проверок. Директоры школы предупредили и дали время на устранение нарушений. Основной блок нарушений связан с финансово-хозяйственной деятельностью, с распределением стимулирующих надбавок. Это прежде всего фонд заработной платы, с нарушением вопросов, связанных с постановлением губернатора Новосибирской области, о порядке распределения стимулирующих выплат в образовательном учреждении. У руководителя учреждения ранее имелось два взыскания в виде выговора. Чтобы понять причину увольнения директора и узнать, как теперь будет работать школа, родители сегодня пришли в департамент образования мэрии. Разговор конструктивный. Начальник департамента объясняет, почему со Светланой Гольцер расторгли трудовые отношения. В рамках трудового кодекса, в моем понимании, как руководителя отрасли образования, за неоднократное нарушение, они должны расторгаться. Светлане Гольцер, несмотря на результаты проверок и найденные нарушения, предложили написать заявление по собственному желанию. Родители успокоили, в педагогическом коллективе изменений не будет. Бывший директор школы продолжит работать учителем, а на ее место уже назначен заместитель. Пока с приставкой исполняющей обязанности. Александр Вяткин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Городские спасатели готовы к работе зимой. Сегодня об этом доложили мэру. Служба первой реагирует на чрезвычайные ситуации. Спасатели могут оперативно развернуть полевой лагерь, обеспечить электроэнергией многоэтажный дом в случае аварии. Подробнее расскажет Александра Медведенко. Утреннее построение перед главой города. Несколько минут демонстрации полной готовности к чрезвычайным ситуациям и снова на рабочее место. Долг обязывает спасателей постоянно быть на стороже. Каждый месяц они выезжают в среднем на 200 вызовов. Купальный сезон закончился, а зимняя рыбалка еще не началась, но спасать людей из воды все-таки приходится. Люди выходят на реку, допустим, рыбачат. Не учитывают то, что река понизила свой уровень. Может оголиться камни, мель. Идут на катере. Фарватера, грубо говоря, не знают. Натыкаются на мель, попадают в воду. Жилет не одет. В связи с тем, что вода очень прохладная. Достаточно 5-10 минут, и человек получает переохлаждение и тонет. Сегодня спасатели официально перешли на зимний режим. Все необходимое в случае ЧП уже есть на территории базы. На территории данного отряда контейнерного типа хранения собрано имущество и снаряжение для разворачивания лагерей, где могут размещаться до 150 человек в случае крупномасштабных каких-то аварий и чрезвычайных ситуаций на территории города Новосибирска. Со всеми системами жизнеобеспечения – это тепло, питание, кормление, свет и проживание. Это, может, полевые лагеря могут быть развернуты. Машины экстренной помощи спасатели демонстрируют в действии. К примеру, этот автомобиль может обеспечить светом пятиэтажный дом. Это абсолютно затратное мероприятие, но если учесть, что это жизнь людей, это безопасность людей, то, в общем-то, надо понимать, что этому надо уделять внимание. В том числе и финансирование, обновление оборудования, с тем, чтобы запасы, которые мы смотрели, вот этот резерв, он обновлялся, он не истощался, не изнашивался. Техника приходит, к сожалению, в негодность, то есть ее надо восстанавливать вовремя. Над этим сейчас думаем. В планах не только обновление спасательного оборудования, но и увеличение штата. К уже существующим четырем отрядам спасателей в ближайшие годы добавят еще один, чтобы полностью покрыть территорию Новосибирска. Александра Медведенко, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Липы украсят улицу Ядренцевскую рядом с Центральным парком уже следующей весной. 35 крупномерных деревьев высадили по инициативе одной из жительниц города. Мнение независимых экспертов тоже мы принимали и все-таки сошлись на том, что это будут липы. Почему липы? Ну, объясню в двух словах даже, да, о том, что они, во-первых, быстро растут. Во-вторых, для ландшафтно-архитектурного дизайна они очень подходят к рому, можно формировать. То есть через 4-5 лет мы уже здесь, будет возможность проводить архитектурные, дизайнерские какие-то мероприятия. Октябрьская погода благоприятна для высадки. За осаженцами будут тщательно ухаживать и наблюдать за их состоянием до весны. Первый раз ветки подрежут через пару лет, чтобы стимулировать рост кроны. Под деревьями посеют газон и сделают декоративную отсыпку дорожек. Липовая аллея – заключительный аккорд в масштабном озеленении этой территории. В этом году в парке появилось почти полторы сотни новых деревьев. Раньше здесь стояли старые большие деревья, то есть это, ну, не очень симпатично, во-первых. Во-вторых, они были аварийные, поэтому было как бы опасно здесь проходить и наверх. Вот, но сейчас, я думаю, все будет хорошо, красиво. Город озеленяется, это здорово. Аллеи и новые площадки для детей появились и на месте неухоженного двора на улице Савы-Кожевникова в Кировском районе. Там, где раньше после дождя были лужи и грязь, теперь ухоженные аллеи с липами, елями и рябинами. А заасфальтированные дорожки проложили так, чтобы было удобно к пешеходам. С жителями дома пообщался Михаил Якимов. Вместо пустыря с протоптанными тропинками во дворе домов номер 5 и 7 по улице Савы-Кожевникова теперь настоящий сквер. Здесь появились аллеи, игровая и спортивная площадки для детей. Теперь сюда приходят гулять семьи со всего микрорайона. В связи с тем, что площадка очень изменилась, стала благоустроена, чистая, удобная гулять с детками, ходим сюда постоянно. Проект благоустройства разрабатывали сами жители, сами сажали деревья. К каждой детали были внимательны, ведь делали для себя. Когда начали реализовывать, в общем получилось, что тропинки-то не так идут. Совершенно не так, потому что людям не нравится так ходить. И мы три раза их переделывали, подрядчик прям переделывал. Только делали разметку, то снова смотрели, схемы поднимали, им приходилось переделывать. Двор стоял неухоженным более 20 лет. Теперь здесь не просто навели порядок, но и учли интересы всех жителей. Одни просили парковочные карманы, кто-то просил проезды, кто-то просил пешеходные дорожки, кто-то просил детские спортивные городки. Соответственно, вот дома большие, многоподъездные, многоэтажные и очень большой двор. И, соответственно, мы все эти наказы объединили. И вот на этом одном объекте нам удалось реализовать большим объемом, чем то, что просили люди. В следующем году здесь высадят газон, поставят стенд в честь писателя и литературоведа Савы Кожевникова, чтобы горожане знали, в честь кого названа улица. Деньги на все это выделили по программе формирования комфортной городской среды. С ее помощью уже благоустроили 126 дворов. 60 из них полностью. Есть дворы, по которым зашли с комфортом, где уже установлены эти детские игровые оборудования. И там только люди расширяли парковочное пространство, делали пешеходные дорожки, облагораживали территорию, озеленяли и так далее. То есть просто каждый двор для себя определял, что ему нужно. Программа хорошо себя зарекомендовала. Сейчас в городе уже составляют план по благоустройству на ближайшие пять лет. Михаил Якимов, Олег Королевец, Новосибирские новости. Необычную экскурсию провел музей города. На прогулку по купическим кварталам Новосибирска пригласили особенных людей. И рассказ о дореволюционных домах тоже построили по-особому. Люди с аутизмом не могут долго и внимательно слушать экскурсовода. Поэтому обычную программу прогулки изменили. Как, расскажет Анна Гурянова. А сейчас мы пойдем с вами по тихому центру. Его действительно так и называем. Вот первый домик, который встречается на нашем с вами пути, он когда-то принадлежал купцу. Бревенчатый и кирпичный, каменный и украшенный деревянным кружевом. Цель этой экскурсии – познакомить горожан с многообразием купеческих и доходных домов, которые еще сохранились в центре Новосибирска. Увидеть эти все орнаменты, которые я читала в исторических книгах, я их увидела. И все там, имеется в виду, про 18 век, там были какие-то особняки, я вчера читала. И это все очень похоже. Меня вообще все очень даже трогает. Вот все это так радует. Участники экскурсии – люди с расстройством аутистического спектра. Аутисты, проще говоря. Эта прогулка была создана специально для людей с рассеянным вниманием. То коровки мычат, да, то петухи кукарекают по утрам. Вот такой вот наш город был сто лет назад. Сейчас представить себе сложно. Коров и петухов в тихом центре заменили автомобили. Экскурсию для людей с аутизмом проводят с учетом дорожного движения. Мы сейчас перейдем по пешеходному переходу в одном месте и в другом наискосок. Ориентирован в то зелененькое здание. Посмотрите налево, посмотрите направо, посмотрите под ноги. Экскурсовод обращает внимание на пешеходные переходы и светофоры, дорожные работы и ямы. Каждый шаг и каждое слово с учетом особенностей участников прогулки. Старались структурировать материал, конечно, потому что нужно подавать какими-то такими простыми фразами, очень сжато, не растягивая текст. Очень лаконично. Будем смотреть, что получилось. План этой прогулки разрабатывали совместно с психологами, которые занимаются адаптацией людей с аутизмом. Задача – познакомить их не только с историей города, но и научить ориентироваться в современном мегаполисе. Когда мы говорим об особенностях таких ребят, это действительно сложность восприятия, большого количества раздражителей, сложность ориентации в городских условиях, именно в таких условиях мегаполиса. Экскурсия по купеческим кварталам так понравилась участникам, что уже есть планы на новую прогулку. В следующий раз посетят железнодорожный вокзал. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Дети по статистике стали болеть чаще. В дошкольных учреждениях теперь делают упор не только на физическое здоровье, но и на психическое. Это обсуждают педагоги во время недели детского здоровья. Используют арт-терапию, рисование песком и музыкальные занятия. Самых маленьких учат быть внимательнее к своему самочувствию, в том числе ребят с особенностями здоровья. Детей воспитывают в игровой форме. Как правильно мыть руки, какие правила существуют для того, чтобы предотвратить заражение вирусной инфекцией. В игровой форме дается возможность ребенку попробовать себя в роли доктора, в роли медсестры, в роли человека, который больше знает о здоровье и делится со своими знаниями с другими. Ну, например, со своими же сверстниками, с детьми. Актеры театра «Красный факел» вернулись в Новосибирск из поездки по Франции. Это самые масштабные гастроли труппы за последние годы. Спектакль «Три сестры» на языке жестов в Париже и других городах сыграли 18 раз. Как французская публика приняла новосибирцев, узнала Екатерина Макаркина. Месяц гастролей, 4 города, 18 сыгранных спектаклей. Все билеты были распроданы за месяц до приезда новосибирской труппы. Спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина с успехом шел на родине. Теперь восторженные отзывы пишут французы. Шок. В хорошем смысле этого слова. Настоящий шок. Чеховские «Три сестры» в постановке молодого русского режиссера Тимофея Кулябина являются уникальным театральным событием. Это редкая драгоценность. Публика одного из главных театров Франции, Адеона, искушенная и требовательная. Говорят, визитом трех сестер почтил даже Винсан Кассель. А именитый театральный художник сходил на спектакль трижды. Зарубежных коллег впечатлила работа краснофакельцев. Собрать такую команду, которая работает в «Трех сестры», это практически невозможно. Для них это непонятно, как можно репетировать спектакль два года. Это не может ни один театр. Игра новосибирцев, видимо, была настолько достоверной, что публика зачастую действительно принимала их за глухонемых. У нас была возможность видеть зрителя. Они показывали нам на жестовом языке, аплодировали нам и показывали нам жестами спасибо. Возможно, многие думали, что мы действительно глухонемые. Спектакль «Три сестры» сам по себе работа для актеров сложная. Язык жестов вместо привычных слов, обнаженные эмоции и тонкий психологизм. Играть его 10 раз подряд, так было в Париже, вкупе с постоянными переездами, другим часовым поясом и разлукой с близкими – испытание. Очень интересный опыт сближения труппы и вообще, в принципе, состава, потому что месяц мы терлись, так сказать, бок о бок, и возникали разные моменты, разные, может быть, недопонимания. Но приобретений было гораздо больше, и открытия друг к другу было гораздо больше. Спектакль увидели представители престижных европейских фестивалей. Теперь труппа рассчитывает на дальнейшее сотрудничество. Для новосибирских зрителей трех сестер сыграют в конце ноября. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. На этом все. До завтра.